Качели, помните такие крылатые качели? Значит, крылатые качели, это такая мандула круглая, да, ты туда садишься. Вот из-за чего это все названо бубликом. С левой стороны, к альфа и омега советского детского бытия, это гаражи. Я уж молчу про эти туалеты в пионерских лагерях, где просто дырка. И я в детстве мечтал о ватнике и кирзовых сапогах. По советским меркам я в данный момент выгляжу как абсолютный стопроцентный буржуй. На мне куртка, которую я купил в Амстердаме в 2005 году. Я хотел выглядеть как бомж, но бомж с претензией, да. В общем, все остальное тоже неродное. У меня в кармане ключи от японского автомобиля. В принципе, по современным меркам я, ну, такой средний класс-минус. Да, есть люди поменьше меня по денежному состоянию. И гораздо больше людей, которые побольше меня по денежному состоянию. Но вот в годы моего детства, о котором мы будем с вами говорить, я просто Americanid или еще кто бы то ни было. Станция метро Академическая есть в Москве, есть в Петербурге, север города Петербурга, Ленинграда. Сейчас прямо-таки я вам покажу, мы сейчас подальше отойдем, покажу, как она выглядела раньше, потому что за ней не было никаких домов в годы моего детства. И есть фотографии со всех четырех точек. Я тут буду подглядывать, потому что у меня здесь эти фотографии представлены. Вот, например, если мы развернемся туда, вот в ту сторону, то мы увидим, как там едет трамвайчик вот такой желтенький, и там весь девятиэтажка торчит. А вот если мы посмотрим вот сюда, на эту фотографию, мы увидим, как люди штурмуют трамвай. Девятка, 46-й ходил, аж веселый поселок. Я потом туда ездил в свою вторую школу. Девятка у нее, кольцо в ручьях. Ну, и вот на той стороне там были интересные плакатики. Один он был посвящен войне, а вот другой, который перед вами сейчас выскочит, там Леонид Ильич Брежнев с надписью, «Можно твердо надеяться, планы, намеченные съездом, будут не только выполнены, но и перевыполнены». Вот это вот «выполнено-перевыполнено» – это самые настоящие мемы советские. И я, когда был ребенком, я застал еще Брежнева, для меня это был такой дяденька очень странный. То есть он очень странно говорил. Я вообще не понимал, кто он такой. И вот это, понимаете, веяние времени. Он прямо в меня идет, весь в телефоне, в наушниках, нифига не видит за собой. Пойдем потихонечку на переход. Когда он умер, у меня была радость, потому что мне не надо было идти в школу. Потом пришел какой-то Черненко. Он умер, еще одна радость у меня. Опять не надо идти в школу. А потом пришел Андропов. Ну, про Андропова я частично рассказывал, когда у меня была экскурсия в образе зайки вокруг Лубянки. Андропов – это был тот человек, который пытался бороться с униянством. Ходили страшные слухи, что заходят в кинотеатры и там всех, собственно, арестовывают, кто там сидит, потому что какого рожна ты пребываешь в кино в тот момент, когда ты должен быть на своем рабочем месте. И вот здесь тоже есть несколько фотографий интересных. Вот на той стороне, если мы посмотрим, еще деревянный дом с нынешним домом позади. А вот здесь показано, как, например, этот дом строится в лесах. И вот когда я был маленьким и удаленьким, каким маленьким, я вам сейчас покажу сначала три начальных фотографии. Это Павлик пяти-пяти-пяти-пяти, ну, пяти-пяти-пяти, совсем малыш. В общем, когда я учился в школе, я был уверен, и нам это все говорили, что это дома, которые были построены немецкими военнопленными. И я, собственно, с этим убеждением жил. И только когда я начал заниматься, ну, краеведением, изучать историю даже этого района, потому что, как выяснилось, и здесь есть определенная история. Здесь, например, была немецкая колония аж со времен Александра I. Так вот выяснилось, что никакие это не немецкие дома, условно говоря. Это дома, которые строили сами работники заводов. Причем каждый дом или каждая связка домов, она отходила к определенному заводу. Вот посмотрите, какая красота в городе Петербурге, Ленинграде. И мы по этой красоте сегодня будем гулять. А потом это все высохнет и будет стоять столбом в воздухе. И это одна из больших проблем. Вот апреля и начале мая моего родного города, а ты приезжаешь в Москву, например, ты этого не видишь. Так вот, сейчас большинство первых этих этажей, они выкуплены, там сделаны всевозможные магазины и все такое прочее. Вообще вот по этим районам можно, по этим магазинам, по этим заведениям можно судить, чем живет простой народ. И вот квартира, до которой мы с вами найдем, она была куплена у меня женщиной, которая жила как раз здесь, на первом этаже. И они продали эту квартиру и купили на эти деньги две. То есть вот она как раз расселилась со своей дочерью. И вот эта женщина, она, когда пришла ко мне домой, выясняя там определенные обстоятельства организации, там газ, вода и прочее, прочее, она спросила так, а где у вас телевизор? Я ей сказал, знаете, у нас телевизора нет. Она зависла, ну реально зависла. Она говорит, нет, подождите, в смысле нет. Я говорю, ну в прямом смысле, у нас телевизора нет физически, мы его не смотрим. Но я говорю, ну вот там вот есть кабель, вы можете его привести, как бы, и будет у нас телевизор. И она вдруг вскричала, а как же вы живете? То есть вот это, собственно, альфа и омега советского бытия, телевизор, он стоял, если вы помните, обычно под такой еще плетеный, ну не с катерью, такую подстилочку, его еще надо было закрывать. Потому что когда появились телевизоры с пультами, эти пульты очень долгое время были, что, ну давайте вспоминайте, конечно же, полиэтиленовые упаковки. Потому что не дай бог. Ну вот, скажем, да. Ну плюс все вот эти вот ковры, обязательно ковер это самое, святое. Привет. Рассказываю про район своего детства. Да, смотрите, конечно. Человек отработал 350 рублей, которые ему заплатил, чтобы он прошел и сказал, Павел, привет. Стенки замечательные, либо шкафы еще 50-х годов, и так далее. И мы с вами подходим к месту, которое в народе называлось Бублик. Это магазин. Потом я уже, когда поездил по городу, понял, что это все типовые постройки. И мы их сегодня будем с вами наблюдать. Бублик, он назван, потому что мы увидим там отверстие такое внутри. Но здесь был, естественно, целый конгломерат заведений советских. Один из них был магазин продуктовый. Вот конкретно здесь, в этом магазине, тут была такая история, которую мы могли наблюдать, например, в фильме «Блондинка за углом», там, где Миронов заснул в луке. Такая длинная железная кишка, вы к ней подходите с такой сумкой, как правило, грязной внутри. Ее под низ вот так подставляете, и вам туда сыпется картошка, морковка и так далее. Вообще в советских магазинах была такая история, что вы должны были сначала пойти заплатить в кассе, и потом пойти по отделам, соответственно, покупать. Либо, например, если вы покупаете, там, допустим, сыр или колбасу, а ассортимент этих товаров был крайне ограничен, о чем мы поговорим сегодня, то вы сначала с третьей очереди взвешиваете, потом вы идете в кассу, оплачиваете, потом вы подходите обратно, и уже вне очереди вы берете вот этот вот сверток, как правило, в бумаге. А еще в Бублике был прием стеклотары. Специальный пункт, куда я иногда ходил с дедушкой. Потом-то я уже туда начал ходить самостоятельно. И там работали совершенно потрясающие мужчины в белых халатах. Но эти белые халаты не стирались, такое впечатление, со времен Сталина. И сдавали, соответственно, водочная тара, винная тара. Мне тут недавно сказали, что это был такой советский кэшбэк. Вот здесь раньше был вход в магазин, в продуктовый вот отсюда. Видите, сейчас этого нет. Вот из-за чего это все названо бубликом. Задние вот эти вот заведения, ну и сейчас они, в принципе, функцию сохранили. Они служили, да, там были всякие там ателье по ремонту и прочее. И народ, естественно, активно эту тару сдавал, потому что сейчас бы это назвали вообще эко. То есть советский человек бутылку никогда не выбрасывал. Не пришло бы тебе в голову бутылку выкинуть. То есть пивных банок не было вообще. Пиво в банке, это как и все остальное, как и вот в такой прикид, это было что-то с Марсом. И вот такие магазины, они здесь находятся по периметру. Мы еще часть из них с вами увидим. Они, в принципе, были все одинаковые, с абсолютно одинаковым ассортиментом. И я, когда... Я много видео на это дело по этой теме снял и снял и написал много постов. И я убедился в том, что в Советском Союзе была крайне неравноверная система распределения товаров, особенно продуктов. Я не знаю, почему, чем провинился Ленинград, но у нас... Я могу вам привести просто один пример. Когда я в детстве смотрел мультфильм «Трои с простоквашиной», и там Печкин говорит «А можно мне, пожалуйста, вот эти вот шоколадные конфеты? Уж больно они у вас вкусные». И я сидел и думал «Вот вы буржуи!» Потому что для меня шоколадная конфетка это, ну, я не знаю, это день рождения, это Новый год, это вот что-то такое. Хотя некоторые мне писали, что типа «Да нет, они везде свободно продавались». Ну, я хрен знает. Может быть, они и свободно продавались. Я вас с полной ответственностью за не являю. Я это точно помню, особенно в школе, когда вот у кого-то день рождения, он приносит с собой конфеты. И всех поздравляют, каждому конфетку. Так вот, когда кто-то приносит шоколадные конфеты, это просто пир горой, и вечер удался. Потому что шоколадные конфеты, сгущенка, сгущенку только на праздники. Тем более, что сгущенку еще надо варить, из этой вареной сгущенки потом делается так муравейник или что-то такое, да, и так далее. Что-то такое деликатесное, вот у Райкина был монолог, и это тебе дефицит, и мне дефицит. Ты мог получить в наборах, и тоже мне некоторая там одна дама писала, ну, а что было плохого в наборах? То есть набор это такая штука, когда ты покупаешь, допустим, палтус, и там какая, не знаю, греча, еще что-нибудь. Да нет, ничего плохого, но просто как меняется контекст. При этом, допустим, на той же самой Украине, про которую сейчас в Суи не скажешь, да, не упомянешь, или там на Дальнем Востоке, все было гораздо лучшее. Поэтому вот это тоже была такая особенность советской системы, поэтому мы, конечно, детьми это все очень ценили. Для нас величайшим деликатесом был компот из сухофруктов, особенно то, что остается на дне. Ты это, естественно, все выгребал, выедал, что в школе, что в пионерском лагере. Сейчас мы с вами здесь буквально ненадолго приостановимся, потому что я вам хочу показать фотографию вот в ту сторону, как это выглядело раньше. Такой абсолютно чистый, незамутненный проспект. Едет троллейбус. А вот там дальше вот торчит одна точка и вторая точка, но вторую точку не видно за деревьями, и там сверху такая блямба. Это были дома, где вот в правом доме жили мои одноклассники Саша Романов и Триэль Гасанзадет, Триэль был из Азербайджана. Я могу сказать, что прелесть советской системы заключалась в том, что я абсолютно не задумывался, что он из Азербайджана. Он жил то ли в четырех, то ли в пятикомнатной квартире. У него папа работал на Ленфильме с викорежиссером. И, собственно, от Триэля я узнал вообще о существовании Настантина Кинчева и прочего. Вот фильм «Зломщик». Триэль уже такой, ну, это уже, получается, начиная с 1986 года, для меня классический Советский Союз заканчивается где-то годом 85-86. Все, что дальше, я считаю, это уже немножко не Советский Союз. Это уже как бы некая его адаптация против слова современного капитализма. И он такой, знаете, такой серьезный. Ну, я покажу на фотографиях. А вот с левой стороны, вот в той точке, там были игровые автоматы. И, конечно же, я как сейчас помню, 15 копеек это стоило «Морской бой». Это была самая увлекательная история, ну, в преддверии всех этих компьютерных игр, которые я в итоге так и не сыграл, потому что, к сожалению, у меня никогда не было на это время. И я очень сильно завидую людям, которые это время находили. Мне вот приходилось студировать литературу, всевозможное, смотреть скучнейшие лекции и так далее, чтобы вам это все рассказывать. И вот ты приходишь туда, и вот как тебе бывает, конечно, больно и обидно, когда время заканчивается, а ты все-таки вот не добил нужное количество кораблей. Вот этой вот цветной мандулы здесь не было. Вот эта история в Петербурге и в Ленинграде, она всю жизнь называлась «рукав». В Москве, когда я жил, она там почему-то называлась, ну, в нулевых, не знаю, как сейчас она называется «маленькая дорожка». Поэтому ни один таксист, это я всегда рассказываю и миллион раз уже повторял, ни один таксист не понимал слова после перекрестка в «рукав». Точно так же, как ни один таксист не понимал остановить у второй парадной. Дело в том, что несмотря на то, что здесь дома-то, ну, мягко говоря, не с четырехметровыми потолками и даже не с трехметровыми, например, вот в этой типовой девятиэтажке, которую в Советском Союзе называли кораблями из-за их размеров, но подъезды все равно назывались парадными. То есть я вот пойти в соседнюю парадную, да, вот у меня родители с бабушкой и дедушкой, они жили в соседних парадных и, соответственно, парадных. Хотя, конечно, какая парадная? Значит, вот этого дома не было. как это выглядело здесь, вот прямо вот здесь. Я вам сейчас покажу. Тут есть фотография у меня. Вот по этой тропинке я миллион раз сходил. Один раз уже, будучи, так сказать, полувозрелым подростком, приехал с какой-то буханки. Бабушка попросила меня помочь свозить ее в магазин. Я был в таком будунца, что в итоге не я держал бабушку, а бабушка меня держала. Да, такое тоже бывало. И вот здесь начинаются вот эти вот пятиэтажные дома. Дело в том, что я всю жизнь думал, что я живу в хрущевке, но потом выяснилось, что оказывается в хрущевке, вот эти классические хрущи, которые строились строительными комбинатами, там четыре квартиры на этаже и частенько даже совмещенные с самоузлой. с ванной. Здесь был раздельный санузел, тут было три квартиры на этаже, улучшенная планировка и самое главное, тут часть домов они кооперативные, то есть прелесть советской системы заключалась в том, что там было некое подобие ипотеки, это называлось кооперативный дом, то есть вы могли скинуться, часть заплатить, часть выплачивать потом. И для советского человека это было подъемное. Минус был в том, что это было доступно далеко не всем, то есть не нужно думать, что ты вот типа хочешь там купить квартиру в кооперативе и вот пошел это сделал. Например, дед мой, я очень долго думал, почему он так поздно вступил в коммунистическую партию, то есть он в 70-х годах так вступил, хотя он защитник Ленинграда, воевал на Невском пятачке, потому что он строил салантскую ГЭС в Египте и, понятное дело, учитывая то, что он был не рядовой рабочий, а как бы руководитель среднего звена, то для того, чтобы туда попасть, ему нужно было этот клюбит совершить, что он и сделал. Ну и потом выплачивал взносы, у него в партийном билете все отмечено, которые после перестройки благополучно заграбастали честные другие коммунисты. И в народе это называлось Брежневкой. То есть это дома уже 70-х годов, когда Брежнев был у власти. И вот эта вот система, обратите внимание, вот точка и вот эти низкоэтажные дома, они создавали вот эту систему, она создавала определенный уют и как бы прелесть данного района. Мне очень нравилось здесь гулять, когда я уже жил во взрослом состоянии, потому что здесь не так было много пятен, которые можно было застроить, тем не менее, это произошло и многие пустыри потом были застроены. И вот все деревья, которые вы вокруг видите, они высаживались самими жителями. То есть когда эти дома строились, здесь были в лучшем случае кустарники, то есть вот наши бабушки с дедушками они сюда выходили и все это дело высаживали. И если мы сейчас сюда повернем ненадолго, как раз я вам покажу фотографию, которая сделана с крыши вот этой вот точки вот на этот двор, с тех пор абсолютно не изменившийся. Кроме, конечно же, чего, кроме детских аттракционов. во-первых, святое дело, значит, ракета, такая, если вы помните, потом была горка, которую заливали мы, значит, вот Михаська, сосед мой, у него наливали горячую воду, заносили, заливали. Качели, помните, такие крылатые качели? Значит, крылатые качели, это такая мандула круглая, да, ты туда садишься, раскачиваешься, мандула стоит на четырех лапах. Лапы эти, по идее, нужно было, конечно, вкапывать, но их никто не вкапывал, как правило, да, их просто ставили и в лучшем случае подкладывали какие-нибудь кирпичи. Почему? Потому что, когда ты начинаешь раскачиваться, она начинает делать вот так вот. И когда ты делаешь так называемое солнышко или свечку, свечка, это ты так поднимаешься и замираешься обратно, а солнышко, это ты по кругу, то был реально шанс, что ты вот солнышко сделаешь и прямо с этим солнышком как бы нафиг и завалишься. Вот здесь, обратите внимание, теплополоса, поэтому здесь земля оттаивает быстрее и здесь мы всегда играли в ножички, в танчики. У советского мальчика всегда был с собой перочинный ножичек. Значит, ну, на моем веку было две игры. Первый, это танчики, соответственно, ты кидаешь ножичек, если он просто воткнулся, это танк, если ты как-то вот так вот, по-моему, это какой-то там, Фердинанд, там еще как-то можно было кидать, и вот ты так вот танком идешь, идешь, соседнюю базу и другие танки точно так же можешь убивать. Либо играли еще в кораблике, значит, это ты делаешь ножичек такой, буквой Г, ставишь его, кидаешь, если он наткнулся просто вот так вот, встал в землю, это корабль. Если он встал немножечко вот так, ручка от земли оторвалась и туда влезает два пальца, это крейсер, а если он упал наоборот и встал вот так вот, острым вверх, это подводная лодка. И вот так вот плывешь, плывешь тоже до чужой базы. Ну и, конечно же, вот, кто бы мне сказал в детстве, что здесь будет такое количество автомобилей, что негде будет встать. Потому что на моем веку здесь было всего две тачки, одна моего соседа, с которой моя бабушка постоянно ругалась. Вот это вот дом, улица Савиковалевская, дом 10, корпус 5, где я жил. Причем, обратите внимание, мы от гражданки прошли совсем чуть-чуть. вот этот дом, вот эти дома, они по гражданке, это уже по Савиковалевской. И очень многие люди, когда ходили в гости, они почему-то начинали, ну, не почему-то, а логично, они начинали заходить с Савиковалевской и поутали, поскольку никаких тебе там Яндекс.Навигаторов и всего остального еще не существовало. Вот здесь, когда еще зимой вот эти вот нарастали на сугробы, мы делали подземные ходы и лазали, причем вот можно было так реально прокопать. Единственное, что здесь растут кустарники, и ты часто утыкался в куст. Ну, а бабушка с дедушкой жили у меня вот здесь, вот на втором этаже, в двухкомнатной квартире, у них у каждого было по комнате, а мы жили в соседней, в однокомнатной квартире, что нам потом пришлось, ну, то есть нас было четверо, у меня еще сестра младшая, продать и переехать в село-поселок, но это я скажу отдельно. Значит, в детстве чем ты занимаешься? Ты, во-первых, ходишь постоянно вокруг вот этого дома, вокруг входа этого дома и ищешь пробки, винные, а затем вот такие сеточки от шампанского, ну, вообще всякое, всякое яркое, всякое необычное и так далее. Если ты вдруг нашел пуговицу военную, ну, это ты просто король и бог, потому что вы играли в так называемые ушки, то есть кидали эти пуговицы определенным образом и наибольшей ценностью пользовались, конечно, пуговицы морские, потому что, ну, понятно, флот, он гораздо меньше по количественному составу, чем армия, поэтому поэтому да. Когда стали появляться так называемые вкладыши, советский ребенок абсолютно не понимал, что это такое, потому что вкладыш, он же содержит определенный рисунок с какими-то очень странными героями, какие-то утки, какие-то там собаки психованные, непонятные и так далее. То есть ты даже не считывал, что это какие-то мультики, ты даже не считывал, что это вообще-то часть жевательной резинки, поскольку жевательные резинки в Советском Союзе продавались, но они из них невозможно было сделать пузыри, там были, я помню, апельсиновые, мятные, вот мне сегодня сказали малиновые, но я малиновые не помню, я помню, апельсиновые и мятные в основном продавались. Вкус у них уходил довольно быстро. Вот там детский сад, куда я ходил в еще совсем-совсем маленький, сейчас покажу тут пару фотографий, конечно, где называется попробуйте найти Павлика на фотографиях, посмотрим, как вы с этим справитесь. а потом там места что-то не нашлось, меня стали водить туда, за Софью Ковалевскую, в детский сад. С левой стороны к альфа и омега советского детского бытия это гаражи, их было больше на самом деле, потому что здесь еще стояли гаражи из металла, но их снесли, а вот те, которые из кирпича, они до сих пор живы, судя по всему, тут кто-то действительно хранит машины, написано, машины не ставят, естественно, их ставят, и вот по этим гаражам ты носишь, а с этих гаражей ты прыгаешь, вокруг этих гаражей ты играешь в прятки, войнушки и все, что с этим связано. Здесь был запланирован по плану советскому паркинг, это вот единственное место, где по идее надо было ставить машины, потому что никто не предполагал, что машин будет столько. Вообще особенность, в чем отличие планировки, допустим, американских городов от наших, там все заточено под автомобили, у нас, конечно, нет. Ибо советский человек привык передвигаться пешкодралом, там трамваи, троллейбусы, электрички и так далее. Когда было построено здесь метро, это был самый настоящий праздник, потому что оно, конечно, оживило этот район и, собственно, связало его с остальной частью города. Ну и учитывая то, что от метро здесь было в принципе недалеко идти, то мы жили в довольно неплохом месте. Потому что другим, например, надо было ехать еще от метро на трамвае. А как они штурмовались, я вам показывал на фотографии в самом начале. Значит, здесь за углом у нас находится телефонная станция. Сейчас у нас вот таким забором, мы сейчас вот пристанем здесь. Раньше забор был не такой сплошной, забор был из железных там, не знаю, прутев чего, чего такого. Значит, и там за этим забором что тетенька вытворяет-то? и там за этим забором были такие огромные-огромные катушки, на которых был намотан кабель. Ну, это, значит, в такой черной оболочке связка такая жила цветных проводов. Задача твоя была взять маленькую пилку, туда забраться, чтобы тебя никто за задницу не схватил, отпилить кусок вот этого провода и ты становишься счастливым обладателем огромного количества этой самой цветной проволоки, из которой прежде всего, конечно, делали солдатики. Но помимо солдатиков из нее что только не лепили, особенно в больницах, там, знаете, такое народное творчество, вот, из капельницы очень любили делать, у меня, я помню, была такая ручка из капельницы сделана, вот, и вот из этой проволоки. Дальше у советского ребенка, я вот сейчас вам покажу, например, фотографии, где моя батя сидит на кухне, я делал пост об этом, значит, что там мы можем видеть? Мы можем видеть, во-первых, рассаду, ну, не рассаду, а вот лук, лук очень часто вставляли в такие стеклянные банки, и он прорастал, зелень, у нее у тебя была зеленушка вот с яичницей, вообще милое дело, я очень любил, когда вот немножко сверху яичница, тебе бабушка лучок покрошит. Затем у него за головой находится хлебница, они были двух видов, деревянные и металлические, металлические гнили деревянные, нихрена хлеб не сохраняли, но они бывали иногда красивые, расписные. Потом вот ручки на окнах, они, знаете, были такие, пластиковые и очень часто ломались, то есть часто на окнах вот их можно было купить, естественно, заменить. Окна в Советском Союзе всегда проклеивали на зиму, потому что вообще изначально было задумано, что щели в окнах, они способствуют проветриванию помещения, то есть это все было сделано не просто так. Но у нас такие зимы, что их заделали, причем заделали по-разному. Ну, в школе ты постоянно окна заклеивал, дома ты мог либо прокладывать поролон, сверху заклеивать, либо вот такой, знаете, азбест моченый, то есть его прямо прокладываешь, никого не парило, никакие, знаете, вот эти вот госты, снипы и так далее, потому что у меня на даче баня была сделана из шпал, и часть дома была сделана из шпал, и никого вообще-то не парило, хотя эти шпалы, как я потом выяснил, даже утилизируют в специальных вещах, настолько они ядовитые и неполезные для человеческого здоровья. Ну, и одна из тоже важных составляющих детского бытия это переводные картинки, вот как раз она там есть, я этими переводными картинками заклеивал все на белом свете, в основном это были какие-нибудь машинки, естественно, то есть на холодильник, на двери и на все остальное. Вот мы вышли к пространству, которое, слава богу, не изменилось с тех пор, то есть здесь растут деревья, на заднем плане школа моя, номер 121, здесь у нас две поликлиники, значит, с левой стороны детская, с правой стороны взрослая, куда ты приходишь, и там такой талмуд, знаете, вот такой талмуд, вот здесь мы один раз с Алешей Сучковым сделали страшное, мне до сих пор стыдно, мы кинули на одну женщину яйцо и попали ей, да, ну, потому что я, как бы, с одной стороны старался быть отличником, а с другой стороны поведение у меня всегда хромало, потому что, ну, это как-то, знаете, было вот, ты растешь ботаником, я старался как-то дерзить, но вот это, конечно, очень неприятная история, сейчас я понимаю, что, ну, мы же не чернила и кинули все-таки органический продукт, но это было первый последний раз в моей жизни, больше я такими вещами не занимался, потому что, ну, наверное, я понял, что это как-то немножко подлинненько, вот, моя родная школа, которая теперь огорожена, да, то есть туда просто так не попасть, раньше ты мог прям пойти вот так вот напрямик и пройти, а сейчас уже нет, я вам сейчас покажу очередную фотографию, здесь стоит мальчик, но это не, это я просто нашел в интернете, вот он как раз на фоне вот этой школы, а дальше я следующая фотография, вот у левого угла мы стоим, это клуб «Ты ленинградец», это мы еще в начальных классах, с первого по третий класс, и с нами учительница Людмила Александровна, тезка полная моей мамы, хорошая учительница, у меня они остались очень светлые воспоминания, ну, то есть, короче, никакого негатива от начальной школы у меня нет, но я на всю свою жизнь запомнил, я как-то рассказывал вот в другом выпуске, на другую тему, что наша Людмила Александровна, любезная, она нам говорила, что если мы найдем на улице какие-нибудь цветные предметы, яркие, иностранные, жвачки, ручки, то ни в коем случае их нельзя брать, потому что это иностранцы раскидывают специально, чтобы нас отравлять и убивать. Мне было крайне интересно увидеть хоть одного иностранца, потому что я вам клянусь, если бы мне кто-нибудь когда-нибудь сказал, что я окажусь в Нью-Йорке, я бы не поверил, ну, потому что это был просто тайна третьей планеты, это какой-то космос и так далее. Ибо советские люди были невыездные, в этом была особенность этой системы, то есть, ну, скажем, советские ветераны, которые когда-то брали Берлин, потом этот Берлин не смогли бы поехать никак, в то время как те, против кого они воевали, в Советский Союз приезжали, вот эти вот прекрасные фрицы, и была масса интересных историй, извините за автоб, я тут у одной коллеги прочитал байку, которая мне очень понравилась, как приехала группа таких немцев, и водитель, который, ну, они остановились, вышли, и водитель, который знал, что сейчас 12 часов, они были неподалеку от Петропавловской крепости, он заорал, ах, Тонг, в этот момент разлался выстрел, они все попадали просто лицом вниз, ну, это вот к слову. И еще, Людмила Александровна говорила, поскольку все наши двери в туалетах, советские туалеты это отдельная история, не хочу ее касаться, но вообще культура нации познается, конечно, по туалету. Туалеты изменились только где-то, начиная с люлевых годов, даже в 90-х они были ужасные. Я уж молчу про эти туалеты в пионерских лагерях, где просто дырка, как сейчас, помню, как приехали какие-то, я уже работал диджей, ну, уже это был не пионерский лагерь, а одесский оздоровительный лагерь, пионерия уже приказала долго жить, приехали какие-то там проповедники из Америки, там была молодая девчонка, которая спросила where is the toilet? Я ей сказал, вот там. И она пошла и вернула, сказала, no, 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 I mean the toilet, потому что, ну, просто были дырки в полу, она не поняла, что это такое. Она решила, что это, ну, какое-то, что-то другое. Да, так вот, Людмила Александровна нам рассказывала, что стены были расписаны словами Kiss и ACDC, она рассказывала нам, что вот группа группа Kiss это нацисты, нацисты, потому что, ну, собственно, вот видите, как у них они пишут эти две S. И мы верили в это, да, ACDC там тоже такой значок. Я был уверен, что это немецкая группа. Я не знал, что она американская. Вот это была, конечно, очень, ну, такая интересная особенность. Сейчас еще одну фотографию покажу. Значит, это уже там на одной стороне я, а на другой стороне моя соседка по партию Леониду Бинина на лыжах едет. Это как раз вот здесь, в пространстве. Плюс есть фотография, где я со серьезными вещами что-то там вещаю, какой-то там политинформации. Было такое понятие политинформации. Господи, это ты приходишь в школу раньше, во-первых, тираня раньше вставать, и тебя там какую-то херню втирает про какую-то международную обстановку, и тебе это все абсолютно неинтересно, но вот надо. Ну и три фотографии я хочу показать. Как бы вот сначала это третий класс, где паблик уже с челкой, найдите-ка там паблика с таким большим значком. А дальше очень интересная эволюция. Значит, сначала ты снял пионерский галстук, половина класса его тоже сняла, но ты еще в форме, а потом ты уже вообще стараешься и с формой расстаться, но не все, а наиболее дерзкие, да, вот Никита Барковский сидит в футболке, а в основном все девчонки, они уже не носят форму, то есть это как раз тот самый переломный момент, почему я и говорю, что для меня Советский Союз, он все-таки до 85-86 года, когда все ходили в форме. Вспомните, например, гости из будущего, да, это примерно как бы мое поколение, Коля там, он чуть-чуть меня старше. Коля, кстати, там в кроссовочках вышагивает, что для меня был очень серьезный показатель. И вот я хочу вам сказать такую тему. Я тут гости из будущего показывал девушке, которая на вас летняя младшая, потому что выяснилось, что она не видела его. Она не смогла его досмотреть, я понимаю, почему, потому что эти пять серий или сколько там их можно было уложить в две. Но я про другое хочу заикнуться. Там они, когда показывали людей из будущего, они их всех нарядили в белой одежде. Почему в белой одежде? Потому что советский парень из белого мог надеть только рубашку, ну, либо майку. Да, кстати, еще помните, была такая тема майку под рубашку надевать. Особенно иногда было забавно, когда майка одного цвета, рубашка другого цвета, и все это просвечивается. Если бы ты надел белые штаны или там еще какие-то белые обуви, ну, во-первых, где это купить? Потому что такое для мужчин просто тупо не продавалось. Все было довольно стандартизировано. А во-вторых, ну, не подобает тебе в такой форме вышагивать, особенно в тот момент, где можно выхватить за серьгу. Я помню, что первый раз я проколол ухо в 14 лет, это, получается, 89-й год как раз, и, ну, в общем, я так с опаской ходил по улице, потому что, да. Мы вышли с вами на улицу Софьи Ковалевской, которую я в детстве своем, вот тут, например, пешеходный переход, его здесь никогда не было, потому что ты, когда переходил дорогу, у тебя даже не было мысли смотреть по сторонам, потому что здесь практически не ходила машина. Здесь ходил троллейбус в 38-й, ну, машины были, но крайне редко, да, и вот если бы вот человек там из какого-нибудь 83-го года оказался бы вот сейчас, он бы просто офигел. Здесь был магазин, но он сейчас здесь присутствует, естественно, сука, пятерочка, что тут еще может быть, да. Раньше был продаватель в магазине, вот конкретно здесь были такие конусообразные штуки, в которых был сок. Сок фруктовый. В отмече от нынешней ситуации, когда тебе пишут на упаковке сок там какой-то там натуральный, но восстановленный, да, такая, знаете, облекаемая форма, эти соки были натуральны. Конечно, самый, самый прекрасный был сок виноградный, но он и стоил дороже. А самый дешманский был сок томатный, и рядом всегда обязательно стоял стакан с солью. И вот, значит, ты покупаешь этот сок, соль оттуда и пьешь. Никому в голову не приходило, что надо что-то, ну, то, что вот эта ложка, которую все, да, используют, что надо ее дезинфицировать, потому что вот там рядом рядом с академической стояли, например, аппараты с газировкой. Так вот, газировка, как я сейчас помню, она стоила копейку, а с сиропом она стоила три копейки. и все просто тупо мыли вот водой эти стаканы и пили, и это нормально абсолютно. Вот здесь девятиэтажка, тут жила моя любовь Лёля Орлова. Уже, ну, вот, когда мы немножко стали повзрослее в школе, уже перешли в разряд тинейджеров, это уже была эпоха хэви металла в лосинках. Вот она меня познакомила с группой The Flappard, я помню, да, группа, которая известна тем, что там одна руки барабанщик, он попал в аварию и коллеги по коллективу музыкальному сделали для него специальную барабанную установку. Ну, а, конечно, одним из главных развлечений, главным интертейментом советского ребенка был кинотеатр, потому что, ну, мультики, ты посмотришь, токов, дай бог, спокойной ночи, малыши, также они иногда шли там, по-моему, в 17 с чем-то после школы, да, то есть тебе нужно телевизионную программу посмотреть, нужно еще сделать так, чтобы в это время не шла какая-нибудь другая программа, которую там будет смотреть там бабушка, дедушка или родители или еще кто-нибудь, это вот смотришь эти мультики и все. Поэтому, конечно же, сходить в кинотеатр для тебя, это просто подарок мечты. Я залезаю в свою шпаргалку, чтобы посмотреть, какие у нас тут дальше фотографии. Фотографии крайне интересные, потому что, если мы взглянем, вот переведем камеру вот туда, то мы увидим тот самый кинотеатр современный, к которому мы с вами направляемся, вокруг которого еще нет абсолютно ничего и можем даже приблизить соответственно эту фотографию, увидеть там по центру дедушку Ленина, потом в этом кинотеатре располагалось казино, а сейчас вы не поверите там Дикси. Это, конечно, ужас, кошмар, коррупция и беспредел. Прежде чем мы поговорим про кинотеатр современника, вот здесь стояли ларьки, но не шавермы, что такое шаверма, мы не знали, естественно, а здесь продавали мороженое. Мороженое стоило 20 копеек пломбир, 15 копеек крем-брюле. Причем можно было купить в вафельном стаканчике и этот же стаканчик сожрать, а можно было купить в стаканчике бумажном. Просто бумажный стаканчик. Там не было ничего не нарисовано, не написано и так далее. И вот ты из школы, которые располагаются вот там на перемене в одной школьной форме зимой бежишь, покупаешь стаканчик мороженого, прибегаешь, ешь его и все. И ты просто царь бог и все бабы твои. Дедуля мне надо отдать ему должное. Иногда подкидывал деньжата. Один раз он мне подарил трешку с барского плеча. Ну, трешка, чтобы вы понимали, это 15 стаканчиков мороженого пломбир. А если в крем-брюле перевести валюту в крем-брюле, то это вообще застрелиться и не встать. Плюс еще можно купить сок, плюс еще можно купить жевательную резинку. В общем, ты просто царь бог и все у тебя нормально. Советские люди всегда смотрят на тебя с большим подозрением и думают, что ты здесь делаешь на их районе. Но бабушка хотя бы улыбнулась, потому что сейчас не время улыбаться. Сначала не время улыбаться сейчас, потом, когда экономика крякнется, опять будет не время улыбаться. Я теперь думаю, когда у нас будет время улыбаться-то, да? Ты вот выложишь какой-нибудь смешной клип, а тебе напишут, как можно снимать такое, когда страна в таком состоянии. Вот так вот мы всегда и живем, понимаете? Часть людей хочет жить спокойной, нормальной жизнью и, собственно, шутить, смеяться и радоваться. Но другая часть говорит, нет, нет, ты не можешь этого делать. Это, кстати, тоже у нас одно из последствий советской системы. Потому что любимый вопрос, и я всегда об этом рассказываю, был тебе что, больше всех надо или ты самый умный? Ну, а мы сейчас развернемся, я вам покажу фотографию уже вот той страны. Это уже более позднее время, тут уже, я думаю, конец 80-х, начало 90-х. Ну, и очень странная была у нас система образования в области Кривили. Я вот, да, я ходил в кружок, назывался «Ты Ленинградец», мы там что-то изучали, ни хрена я не помню, естественно. Нас возили на экскурсии в Эрмитаж несколько раз, я запомнил только архитектор расстрелей, что Петербург расположен на каком-то количестве каналов и реки до сих пор не знаю на каком-то количестве каналов и рек, и если я сейчас пойду сдавать там, не знаю, на лицензию, то ее мне не дадут, да, потому что я, ну, я что-то помню, там 40 плюс-минус, ибо я считаю, что это не столь принципиально важно знать, сколько у нас каналов и рек, гораздо важнее сказать, например, когда ты на Несском проспекте, в своей группе, а вы сейчас на острове, между прочим, находитесь. И вот здесь, наверное, имеет смысл заикнуться о том, что в городе, помимо этого острова, есть еще много чего. Ну, например, нас, вот это экономическое, это север города, нас брали и уездили на проспекте Тиранов, это другой конец города на юге, по красной ветке, там нам рассказывали про Леню Голикова, про всех героев Великой Отечественной войны, потому что там улицы названы их именами, а вот про это нам почему-то никто никогда не рассказывал в моей школе, я про это узнал уже, когда начал интересоваться историей города, а между прочим, это памятник, который был установлен здесь в год моего рождения в 75-м году, он посвящен аэродрому, гражданка, располагавшегося здесь, ну, примерно здесь, естественно, этот аэродром обеспечивал, например, защиту дороги жизни, рядом в ручьях, ручьи вот там находятся, в ручьях был сделан дублер, аэродром с этими деревянными самолетами, чтобы немцев отвлекать, тут была бетонная взлетная полоса, а часть ее была сделана из немецких надгробных плит, дело в том, что вот туда дальше мы там не пойдем, там, соответственно, комплекс зенит находится, и перед ним раньше было пустое место, оно было застроено потом домами, и вот когда эти дома строили, скрывались старые плиты финского и немецкого кладбища, потому что здесь, как я сказал, была немецкая колония, ну, естественно, когда они умирали, их надо было где-то хранить, вот, плитами этого кладбища частично была выложена эта взлетно-посадочная полоса, и, конечно, благодаря благодаря проехал человек, я сразу погружаюсь в контекст советского времени и представляю, как бы он выглядел тогда, особенно, если у него балахом какой-нибудь накинули, да, и как-то самое настоящее привидение, то есть, вот это, вот это большая странность, ну, а здесь, в этом генотеатре, я посмотрел в 1984 году самый первый советский блокбастер, он назывался пираты 20 века, надо сказать, что в этом фильме, ну, клюквенном, советском, в данном случае, американцы не показаны так, как они привыкли показывать нас в своих фильмах, они там показаны, ну, людьми, и как-то ты даже их особо там врагами-то не воспринимал, да, это вам не, знаете, Рэмбо 2 или Рэмбо 3, при том, что я вот, я сегодня просто водил экскурсию, давай здесь, перейдем на дорогу, и рассказывал, как интересно устроена логика и психика нашего человека, вот Сильвестр Таллоне поливал нас говном в этих абсолютно русофобских антисоветских картинах, и мы его все равно любим, мы смотрим его фильмы с удовольствием, Арнольд Шварценеггер в 2014 году высказывался за Украину, есть этот видос, разве кто-то перестал смотреть Терминатор или убирать его со своих аватарок, нет, зато, если у тебя внутри страны кто-то что-то вякнет хотя бы на полшишечки, будучи несогласным с линией партии, вот тут тебя тут же заклеймят либералы-нацистам и всем остальным. Это тоже определенные последствия советской системы, потому что там нужно было ходить строем и дуть в дуду, как говорит партия. Но, что умели делать советские люди лучше всего, конечно же, это выражаться изоповым языком и читать между строк и всячески пытаться наколоть собственное правительство. Потому что, конечно, брежневская эпоха, она была вегетарианской, уже, слава богу, никого не расстреливали, особо даже и не преследовали. только чтобы тебя начать преследовать, это должен быть совсем такой неугомонный, вот прямо вот, знаете, дудеть в дуду, в которую дудеть не надо. В этой школе у нас произошел раскол. Она, по-моему, сейчас физическим уклоном. Это как раз когда я учился, там образовался физический класс, и вот наш класс поделился на две. То есть, это была первая как бы такая история. А потом, в восьмом классе я переехал, это была эпоха, когда как раз делилась система, перераспределялась с десятилетки на одиннадцатилетку. И вот мы как раз как-то перешагнули через один класс, так получилось. И вот я уже, будучи, я не помню, в восьмом, или девятом классе, последним перед, вот последними двумя, переехал в последнюю четверть в веселый поселок. И надо сказать, что это была самая настоящая помойка по сравнению с этим районом. Все-таки здесь как-то и дети были поумнее, по культурнее, и сам район более зеленый и более ухоженный, а там это просто был самый настоящий трэш-угар. Ну и поскольку дело пахло керосином, мама моя сказала, иди-ка ты получи какую-нибудь профессию руками, и я пошел учиться на столяра и правильно сделал. Потому что в той школе, где я учился, я здесь учился на тройке-четверке, ну у меня были пятерки много, но уже тройки стали появляться, а там я стал просто круглым отличником сразу же, что говорит о многом. Поэтому я бы вот сейчас даже не назвал этот район прям спальным, он очень серьезно преобразился, ну как в принципе и все подобные районы, вот там на той стороне сейчас магазин призма, а раньше там был универсал, универсальный магазин. Он отличался от других магазинов тем, что там не надо было вот этой вот билибердой заниматься, бегать по соответственно туда-сюда от кассы в отделы и обратно. Там ты брал корзинку, шел и набирал продукты. Но единственное, что продукты-то по сути, они были примерно одинаково ассортимент и качество. Единственное, что вот я точно помню, вот пивные бутылки вообще это была большая редкость, да, то есть когда появлялась бутылочное пиво, его скупали чуть ли не ящиками, в основном он как раз появлялся здесь вот в этом самом универсале. А так-то вообще советский человек за пивом куда ходил? В ларек. Либо в бочку приезжала бочка с пивом и, ну, во многих советских фильмах это есть, точно так же, как в этих же бочках приезжал квас, точно так же, как в этих же бочках приезжало молоко, которое потом надо было, сука, кипятить, а я ненавидел кипяченое молоко, потому что молоко в бутылках мне еще могли налить или в пакеты, помните, были такие треугольные пакеты, на продленки тебе выдавали, я, кстати, за это очень любил продленку, за вот эти вот пакеты с молоком, а вот из-за бидона нет, надо обязательно кипяченое, это такая мерзость, здесь раньше находился детский мир, значит, куда ты приходил и просто мастурбировал на все эти, ну, как мастурбировал, ты еще не знал, что такое мастурбировать, ты еще был маленький для этого, но, слава богу, в прошлом году я это познал, ты же знаешь, что самые сложные годы детства, первые 40 лет, а мне уже 46, вот как раз вот 45, время начинать, стихами заговорил, ты их смотрел на игрушки, на игрушки тут же продавал школьная форма, галстуки пионерские продавались, про прием пионера сейчас скажу отдельно, а потом здесь тетки-барыги стали продавать, это вот как раз уже наверное год 86-й, 7-й, стали продавать жвачки Дональд, и ты вот, а что, рубль стоила, рубль жвачка, мороженое 2 копеек, жвачка рубль, и вот ты, значит, как-то накопишь на эту жвачку, идешь, покупаешь ее, трясущимися пальцами разрываешь, чтобы не дай бог не порвать фантик, а уж тем более вкладыш, жуешь ее, она, как я уже сказал, отличалась тем, что из нее можно было пузыри надувать, из советской жвачки ты ничего не надувешь, а вот из нее можно было. Да, а при пионере ты, я очень хотел стать пионером, потому что тебе в школе рассказывали про дедушку Ленина, как он ел чернилицы, это известный рассказ Зощенко про то, как он сел в тюрьме, писал письма молоком, молоко, значит, он хранил в таких вот чернильцах из хлеба, и когда заходили кровавые царские охранники, он их съедал. И я заболел, и меня пионеры не приняли, я очень расстроился, но зато принимали-то в школе, а меня еще нескольких ребят нас принимали в мраморном дворце, это был тогда музей революции. И я был очень горд. Я шел по улице, распахнув куртку, чтобы все видели, что я пионер, а потом как-то этот пионерский галстук через пару классов был снят, потому что начали какие-то странные вообще истории возникать и про того же самого Ленина, то есть у тебя в твоем детском подростковом мозгу, тогда еще детском, подростковое, значит, это у меня случилось в училище, когда я познакомился с испанком и трэш-металом. Ну, то есть ломка стала возникать, самая настоящая, пока еще не очень тяжелая. Вот. И начался то, что я называю постимперский синдром советского человека, который мы не жили до сих пор, сейчас у нас будет еще один синдром с этим связанный. Ну, смотрите, как изменилась ментальность наших людей. Вот. Я даже сюда, когда сегодня приехал, я вижу, тут куча мест, но я не стал здесь парковаться, потому что это вообще-то, это пешеходная зона, ты не можешь туда заехать на автомобиле. Почему я это понимаю, а эти люди не понимают? Я поехал, нашел место в том же самом кармане и припарковался там. А для советского человека не было такой проблемы, потому что не было автомобиля. А если даже он у него у него был, это была целая история, потому что, ну, если она у тебя сломалась, эта машина, где ты будешь чинить? Если ты, не дай бог, проколол шину, где ты будешь чинить? Ты не можешь доставить телефон, набрать тут шиномонтаж и вот он, за углом туда поехать. С заправками тоже было, кстати, не айс, они не были на каждом углу. Нужно было ехать в специальное место, чтобы заправляться этим самым бензином. И в итоге, в чем был плюс советского бытия, это S-стабильность. Проезд на метро 5 копеек. Проезд, по-моему, на трамвае 3 копейки. В метрополитене, в Ленинградском, там даже вот эти турникеты, они, вот эти щели, они были сделаны под 5 копеечные монеты. Позвонить по телефону 2 копейки. Некоторые, особо ретивые, стреляли там, типа, ну, было нормально подойти, извините, у вас нет 2 копеек, позвонить. Ну, и вот так вот, если ты 10 таких счастливчиков найдешь, то, в общем-то, вот тебе, пожалуйста, мороженое 20 копеек. Я этим пытался заниматься, но я, сейчас, конечно, это прозвучит очень странно, я в детстве был очень стеснительный. Наверное, чем более стеснительный и более закомплексованный ты в детстве, наверное, тем большим дзен-буддизмом, пофигизмом ты страдаешь уже во взрослом возрасте. Вот, и ты жил вот в такой обстановке, то есть, ты, как бы, понимал, что есть определенная схема, которая работает, что у тебя всегда будет работа, что у тебя всегда будет жилье какое-никакое, но да, ты не будешь жить в пентхаусе. Мы не знали, что такое пентхаус. Мы вообще не предполагали, что у тебя, может быть, не знаю, собственный дом в городе, да, в какой-нибудь загнивающей Европе или в Пиндостане. Но ты смотрел на журнал Крокодил, который у тебя был в большом количестве. У меня бабушка занималась тем, что она делала такие семейные стенгазеты. Она вырезала картинки из крокодилов, вставляла там фотографии наших членов семьи и придумывала всевозможные смешные стишки. Я ей помогал это дело оформлять. Наверное, именно поэтому потом я стал журналистом и главным редактором, потому что, ну, с тех пор у меня это как-то во мне сидело. Но ты в этом Крокодиле наблюдал какие-то карикатуры, где там бездомные люди живут в коробках. Я не понимал этого. Вот в советском возрасте я этого не понимал в советском возрасте. Ну, в детском возрасте. Потому что я не понял, как можно жить на улице. Абсолютная безопасность, то есть, вот внутри, особенно, этого квартала, где нет перекрестков, ты спокойно ходил один в школу всегда, и все твои одноклассники одни ходили в школу. Тебе не нужно было бояться, что сзади по этой машины машин не было. Внутри кварталов машин практически не было. Их на улице-то было не очень много, а внутри кварталов и тем более. вот. И в этом, конечно, была прелесть. Но вот минусы, я частично их обрисовал, они заключались в том, что тебя пытались засунуть вот в это прокрустого ложа советской идеологии, краеугольным камнем которого было, что ты должен вот быть в системе, да, начиная с внешнего вида, заканчивая образом твоих мыслей. И вот это, к сожалению, все изгубило в итоге. И вот, что мы теперь имеем? Мы имеем вот там вот чайхана, куда мы зашли поесть и не смогли найти место, потому что там был самый настоящий Самарканд. Он, кстати, так и называется, Самарканд. Хрен припаркуешься, представляете, как тяжело людям жить? Не найти парковочного места. Кто бы сказал моей бабушке блокадниц, что у людей будет проблема, что ты купил японскую, японскую машину или американскую, или немецкую, и ты не можешь найти место для парковки? Ну, люди бы этого не поняли абсолютно. Поэтому, завершая свою, так сказать, мыслю, сейчас нам пророчат Советский Союз 2.0, никакого Советского Союза 2.0 не будет. Это будет просто другая формация, потому что люди уже совсем другие, особенно те, кому 15-20 лет, они выросли и вообще совершенно в другой парадигме. И самое главное, у нас есть доступ к информации. У нас очень интересная политика, то есть мы запрещаем Инстаграм, но мы не будем преследовать тех, кто будет обходить наши запреты и пользоваться Инстаграмом. это официально заявлено, я хочу вам сказать. Это абсолютно не по-советски, потому что по-советски, если нельзя, то нельзя. Хотя советские люди использовали свой ВПН, конечно же, да, и пытались там, что-то там, какие-то пластинки покупать в кустах у инженерного замка и так далее. Поэтому нет, это не будет с Советским Союзом 2.0, потому что люди избаловались. Люди избаловались гамбургерами, люди избаловались автомобилями, мало кто, как я, вовремя воткнул газ в автомобиль, потому что я прекрасно понимаю, в какой стране живешь, и надо быть готовым ко всему. Вот, поэтому вот так. Значит, мне интересно, на самом деле, почитать в комментариях, как проходило ваше детство, особенно, если вы примерно мой ровесник, или там плюс-минус, да, сравнить, допустим, особенно если вы из другого города или из другого региона, да, сравнить, что у вас было так или что не так. Я, естественно, рассказал не все, да, и показал, конечно же, не все, потому что район моего, ареал моего обитания гораздо больше, мы не дошли до Муринского ручья, где можно было легко выхватить за вопрос, из какого берега, и вообще, кстати, о чем я не сказал, и о чем я вот говорил сегодня на экскурсии, что мода именно моего детства, это были кирзовые сапоги, ватник подпоясанный солдатским ремнем и без шапки, и ты просто вообще царь, и я в детстве мечтал о ватнике и кирзовых сапогах, такие у меня были пожелания в одежде, но мне не дали ни ватника, ни кирзовых сапогов, и слава Богу, я так полагаю, вот, поэтому пишите, как обстояло дело у вас, интересно сравнить, ну, и я хочу напомнить, что вот я прямо вам сейчас даже покажу это все, есть книжки у меня, вот такая книжка, очень-очень актуальная, вот люди, которые, особенно в последнее время ее покупают, говорят, ну, вот, знаете, прямо все как надо, да, про пиар во время русско-японской войны, как это сделала Япония грамотно, как она выиграла медиаполе еще до того, как напала на Порт Артур, путеводитель мой по Невскому проспекту, прекрасно сделанный, сверстанный, блин, осталось последние 9 коробок, и не знаю, когда еще буду допечатывать с нынешними ценами, и тоже книжка, которая сейчас приобретает все большую актуальность, социальный роман Корень, как раз конец 90-х, нулевые, тоже крайне интересно почитать, ну а экскурсии у меня идут, в Москве, я думаю, я буду проводить где-то раз, ну максимум два раза в неделю экскурсии, а в Петербурге они всегда идут на выходных, начиная с мая, даже будут добавляться вечерние экскурсии как минимум по пятницам, а может быть даже и по четвергам, анонсы есть все вот там на сайте, у меня есть телеграм-канал, действительно, тут уже мемасики пошли, что у тебя просто валится сообщение, что тот-то, тот-то, тот-то зарегистрировался в телеграме, у меня есть, естественно, группа ВКонтакте, которую я никогда не бросала, а наоборот, она была всегда моим основным местом, ну а инстаграм, ну я не знаю, я-то VPN поставил, но мне кажется, что когда его заблокируют, конечно, там львиная доля аудитории оттуда уйдет, в любом случае, меня всегда легко найти, если вы наберете в любом поисковике Павел Перец, и вот я тут весь, все анонсы есть на сайте, сайт не заблокируют, там кроме анонсов фактически ничего нет, поэтому следите, оставляйте комментарии, будем с вами гулять по городу Петербургу и даже Москве до тех пор, пока не заблокируют YouTube, ну а заблокируют YouTube, пойдем, не знаю, на Яндекс.Дзен, пойдем на видео ВКонтакте, еще куда-нибудь, не потеряемся, пока! Красное яблоко в сердце стучит, а сердце без мысли давно не болит, оно затвердело, оно с костями, завтрак пополам с новостями, иду на фонтанку через дворы, моя любовь яблоко без кожуры, ты вывела в нем всю сердцевину, заложив в одиночество мину, прекрасные волосы есть на спине, ты по ночам оставляешь на мне, ногтями царапины борозды мысли пепел сгоревшего хвороста и не могу смотреть вниз, я улетел, как морской бриз и где-то в небе повис Я хватаю ртом воздух, я цепляюсь за звезды и тебе потерять меня слишком просто Я хватаю ртом воздух, я цепляюсь за звезды и тебе потерять меня слишком просто Красное яблоко в сердце повисло Больше встречаться нам нет смысла Нет смысла мучить друг друга Но твоя кожа нежна и упруга Но твои руки тонкие ветки Взгляд твой по-прежнему острый и меткий Губы твои мокрые листья Ты не целуешь, ты машешь кистью Все, что говорила, водой и взмыла Стена между нами ничто не разбила Я отрываюсь, поднимаюсь Где-то под солнцем растворяюсь Я не могу смотреть вниз Я улетел, как морской бриз И где-то в небе повис Я хватаю ртом воздух Я цепляюсь за звезды И тебе потерять меня слишком просто Я хватаю ртом воздух Я цепляюсь за звезды И тебе потерять меня слишком просто Я хватаю ртом воздух Я цепляюсь за звезды Я сцепляюсь за звезды Красное яблоко в сердце стучит А сердце без мысли давно не болит Ты выявила в нем всю сердцевину Заложив в одиночество мину Я не могу смотреть вниз Я улетел, как морской бриз И где-то в небе повис И где-то в небе повис Я хватаю ртом воздух Я цепляюсь за звезды И тебе потерять меня слишком просто Я хватаю ртом воздух Я цепляюсь за звезды И тебе потерять меня слишком просто Я хватаю ртом воздух Я цепляюсь за звезды Я цепляюсь за звезды Я хватаю ртом воздух За звезды Я цепляюсь 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 за звезды